всем привет вы на канале алкофил с вами я филипп и сегодня у нас очередной выпуск про виски которые я приобрел на московском седьмом виски симпозиуме и сегодня у нас будет макаллан 25-летний из 80-х годов от независимого ботлера гордон макфейла из серии фусиллер давайте нальем половинку я взял 40 миллилитров этого виски значит цвет наверное не крашеный хотя может быть и крашеный неизвестно бутылирован давно на бутылке информации не было крепость 40 процентов и биви разбавлен до коммерческой крепости то что это макаллан на бутылке не написано но все как бы знают что это макаллан давайте пробовать его он постоял у меня вот ливанте несколько недель ну как бы был почти полный так что я не думаю что он сильно деграднул там или сильно раскрылся как-то ему надо много времени давать чтобы он в бокале тоже раскрывался думаю это не нужно все такой приятный хересный в какую-то желтизну он отдает не в красноту а такой наоборот в охру какую-то приятный цвет на стенках бокал очень хорошо натер поэтому может быть он не останавливается так то макаллан жирное очень тело макаллана у них низкие кубы из-за этого вот 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 сейчас появились эти ножки действительно очень 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 жирное тело не текстуру мне очень кайфовая вот посмотрите видно не текстура просто огонь он очень прям жирненький такой маслянистый а пошел запах вот уже по комнате распределяться очень сильно очень сильная ароматику виски прям раскрывается как надо давайте теперь на носу попробуем уже вот с такого расстояния уже идут какие-то а вот непонятно какие-то винные мотивы коньячная такая тема цветочность и вот с такого расстояния цедра грейпфрута либо красный апельсин с ананасом вообще просто офигенно представьте в диске можно вот так нюхать и он уже пахнет давайте поближе теперь ооо ну тут вообще просто топ намека на спиртозность ноль немножко такая винная какая-то кислинка присутствует вот именно такой херес прям вот сухой какая-то медовость есть рансьё как от бочки какая-то нинность на припыльность старая книга который разваливается уже табачные ноты такие сухофрукты ну очень винный и очень комплексный больше в такой сладкий сладкий красный апельсин вот выдает как бы шоколадных нот нету если прям сильно нюхать и долго спирты все равно бьют ну очень мягкий такой аромат приятный приятный больше конечно апельсиново такой апельсиново-кремовый я бы сказал с табачной горчинкой древесной и вот посыпанный какой-то старой книгой перемолотой я так сказал то такой припыльный хотя есть лаковость еще такая древесность мощная но кстати развивается вот сейчас пошла уже такая виноград наверное такой почти черный но не изабелла вот какой-то такой приятный испанский или итальянский или французский виноград не знаю да и винность стала больше раскрываться такая причем коньячность а коньячность она и цветочная и специи какие-то есть блин и хочется этот виски нюхать с закрытыми глазами но я сразу скажу это очень мощный очень не сказать что супер шедевральный виски но очень мощный виски ну я бы наверное не сказал что он 25-летний я бы сказал вот по запаху что это 16 лет он какой-то знаете не супер такой старый как бы тут нет вот этой древесности как супер выдержанных виски он такой молодой какой-то подвижный и я бы не сказал что это из 80-х я бы сказал это недавно разлили я его нюхаю у меня весь рот слюнями наполняется это нет вот это это тупо топ я вам так скажу да вот сейчас такая коньячность какая-то цветочность инжирность появилась и вот эта апельсиновость которая это все объединяет нет мощнейший мощнейший виски давайте теперь попробуем на вкус по традиции за подписчиков канала кофил нет это просто это мощь вот это знаете это действительно эталон хересной выдержки вот во вкусе это сто процентов макалон и вот пробовал современные маки кстати я причем много попробовал это 12 triple cask 12 double cask 12 sherry что я там еще пробовал и макалон эстейт 18 double cask 18 triple cask эдишн 5 эдишн 6 вот эти все макалоны пробовал еще кстати пробовал на симпозиуме чуть-чуть восьмилетний макалон из восьмидесятых или семидесятых его дегустирует дистилеша на своем канале youtube дистилеша можете там посмотреть выпуск про виски симпозиум вот его тоже пробовал но тот чистый херес понимаете просто как бы тупой херес такой мощный прям прет вот даже не сказать что это виски кажется что это более крепкий херес а вот тут вот это большая выдержка кстати крепость тоже 40 и тот тоже восьмилетний тоже крепостью 40 был и вот эта восьмилетняя выдержка точнее там выдает как бы такую хересятину как бы супер мощную хересятину а вот здесь 25-летняя выдержка сглаживает вот эти углы и что-то добавляет от бочки еще такая древесность есть и пыльность причем он не выглядит супер старым он знаете такой чуть-чуть припыленный но все равно какие-то цитрусовые ноты проскальзывают которые дают свежести и как бы оживляют этот виски вот сейчас финики с орехами появились такие прям мощные добротные финики а еще знаете какао кстати есть чуть-чуть какао а вот еще макал англич какао я пробовал так что я попробовал современных маков много и какая-то общая черта есть вот с этим правда не в аромате в аромате такой более винно кислый а современные маки более сернистые сернистые вот как спичечная головка спичечный коробок вот такой у них аромат вот тут серый в аромате по минимуму но чуть-чуть есть серые во вкусе и это кстати очень прикольно он заходит не ощущаешь его во рту он просто сразу растворяется потому что как бы 40 не так крепко плюс выдержка 25 плюс выдержка в стекле еще тоже солидное количество времени причем лет наверное десять или двадцать назад вот эти гордон макфайловские макалоны стоили копейки там вот 25-летний грубо говоря 300 евро сейчас они конечно взлетели там полторы две тысячи евро минимум стоит бутылка такая отливант стоил девятьсот за двадцать я взял как бы сорок миллилитров получается значит тысяча восемьсот вот эта стоила бутылочка о вот сейчас почему-то сухая деревяшка такая появилась какая-то сухая строганая дубовая деревяшка и табачный лист нет это вот это мощь вот ароматы 24 из 25 но я уверен что есть еще более какие-то крутые виски это не самый топ но и не самый плохой из топа я думаю что он где-то вот посерединке стоит вкус это табак горький шоколад инжир финики курага ореховость тоже винность есть коньячность после вкуса это танины ореховость какая-то древесина древесность тоже хересность и вот коньячность такая вот причем как очень хороший коньяк тут есть и немножко еловости как в хеннесси и какие-то кофейные ноты чайные ноты вот зеленый чай и вот что-то такое во вкусе есть и тропические фрукты и он очень масляный он прям вот во рту вот как как надо себе позиционирует есть и тропики тоже присутствуют вот какая-то ананасовость и красный апельсин он и в аромате он более такой полированной древесиной и припыленный этот красный апельсин а вот во вкусе проскальзывают такие кислые нотки кисло-сладкие так называл и они задор придают этому виски он понимаете он не мертвый не передубленный он вот живой именно вот это меня больше удивило что он по интенсивности аромата по как бы свежести вкуса ничем не отличается от таллискера 30-летнего который уже наверное есть обзор либо на канале либо на каком-то ресурсе но таллискер был разлить двадцать первом году а этот разлит был не знаю когда но это из-за восьмидесятых бутылка на виски базу ссылку оставлю интересно если бы он вот бочковой крепости был бы а бочковой наверно пятьдесят два был бы может быть пятьдесят шесть не на пятьдесят шесть навряд ли а кстати неизвестно сколько у макалона за двадцать пять лет может быть там он сорок шесть сорок семь такая крепость была но интересно вот такой бы попробовать бочковой крепости там бы вообще был шедевр но сорокограммусный скажу тоже тупо топ у него очень долго после вкуса еще держится я думаю знаете кофейно-ореховое какое-то не хочется запивать хочется посидеть датку сигарная у него тоже табачная сигаретные бумаг спички тоже есть вот спичечные головки такая сернистость терра кстати еще во вкусе вот сейчас появилось знаете что он мне сейчас хеннесси икс он напомнил старый вот на котором есть обзор на канале и который мы с дистилёшей сравнивали с современным именно старый и это вот это хлебная хлебная брага вот сейчас она появилась так но это не кислое тесто а какой-то такой приятная очень приятная такая хлебность я бы так это назвал этот аромат и он вот сейчас появился только спустя время его не было в начале нет он меняется он очень подвижный но все оставлю после обзора еще с ним посижу как бы без камеры потому что это тупо кайф ну вот сейчас хлебность перетекает в замшу и кожу также этот апельсин остается и какая-то такая ананасовая тепкость еще добавляется или красные яблоки такие переспелые уже такие очень сладкие что-то такое добавляется и вот эта коньячность вот действительно старый коньяк хеннесси вот у него такие же ноты были может быть это вот это рансье как бы эффект составления в бутылке я не знаю но очень очень похож на вот на хеннесси кстати вот если сейчас нюхать то появляется запах еще знаете чего может быть у меня в голове уже связи так построили что мне кажется эти ароматы но мне сейчас кажется что появилась клубничное варенье как и в хеннесси в старом хотя вот сейчас кофейность появилась не но это просто куча куча разнообразных ароматов вот его принюхиваешься сейчас кофейность пошла а вот так чуть под углом ставишь бокал уже земляничное варенье пошло и сгоревшая трава тоже есть не дымность а именно такой вот сейчас опять кислинка это красного апельсина вот как-то если по центру нюхать то хлебность вот эта бражная есть какая приятная квасная какой-то вот черный квас вот этот вот а если чуть в бок то уже кола запах кока-колы нет это ну 25 я думаю слишком жирно ставить за аромат хотя это просто топовый аромат это вот не знаю 40 градусов представляете 40 вот если какой-нибудь современный взять 40 градусные виски на 25-летний все равно даже современный будет кайфовый но какой-нибудь средней руки он будет уже очень сильно проигрывать а вот здесь для 40 оборотов для 40 и биви для 40 процентов тут просто куча ароматов я даже не знаю может быть он даже и крепче и не нужен если честно может крепче уже спирт выбивался хотя тут настолько нежный вот так вот лак появляется и какой-то намек на помидорность на томатность консервированные томаты не это можно часами нюхать это не знаю нет старые виски вот я убедился это отдельный вид искусства вот эти 60 70 80 даже white horse 70-х мне который я пробовал на виски симпозиуме я бы с удовольствием такой пил потому что я в жизни сказал что это бленд он какой-то сбалансированный на зерновые спирты вообще не выбиваются нет аромат но я даже вот вот сейчас 25 хочется поставить аромат но я понимаю что это вышка понимаете 25 за аромат если ставить то значит лучше виски в природе не существует а скорее всего существует поэтому давайте 24 за аромат давайте 24 за вкус я хотел 23 сначала сейчас попробовал нет это просто невозможно тут во вкусе те же самые ноты что и в аромате только они еще знаете такие какие-то маслянистые вязкие и они прямо вот так вот 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 просто все заполняют не жгут а вот именно как будто масло или какой-то сироп я ягодный набрал в котором табак замочили такая небольшая сладость причем знаете огромный плюс какой в этом виске нету ванили вот этой вонючей современные виски большинство грешат ванилию которая дает американский дуб из которого делают бочки для бурбона либо бочки как бы вёрджин в которых потом сезонируется хересом а тут я уверен был стопроцентный европейский дух который либо сезонировался хересом либо действительно был настоящая хересная бочка хотя как мне кажется это не сильно играет настоящая хересная бочка или сезонированная потому что настоящая хересная бочка его херес уже как бы вымыл много вот танинов много древесных веществ хотя может быть он сам пропитал вот это я как бы особо не знаю как влияет но вот здесь бочка из европейского дуба была 100% потому что нет этой ванили вонючей которая больше всего встречается в российских коньяках современных или армянских коньяках вот там это просто ваниль как будто из пакет туда сыпят а вот тут вот нет этой ванильности нет этой сладости приторной тут все так сухо цветочно и как я выше уже описал эти ароматы нет это топ 24 вкус значит 23 давайте послевкусие и 23 баланс это получается значит 8 плюс 6 14 94 балла ну да 94 балла я ставлю за этот 25 летним окалом хотя у меня знаете как было вот талискер 30 лет тоже поставил ему 94 лафройг 30 тоже поставил 94 балла хотя вот позже я сравнил там чуть-чуть осталось в бутылочках вот в этих атлевантах после записи я сравнил еще лафройг и талискер и все-таки пришел к выводу что лафройг мне понравился больше 30 летний поэтому как бы лафройг ближе к 95 талискер как бы ближе к 94 а вот этот вот это тоже ближе наверное к 95 а давайте ему за баланс конечно балл еще накинуть его будет 95 получит и это будет мой фаворит пока что из тех что я пробовал просто охренеть 40 градусный виски 95 баллов нет заслуженный 95 баллов все мой вердикт такой а я напоминаю вы были на канале алкопил с вами был я филипп или были на яндекс дзене я не знаю где выйдет это видео так что спасибо большое за просмотр пишите комментарии а